Здравствуйте! Интересно, кто изначально придумал пластиковые окна? Созданием пластиковых окон мы в первую очередь обязаны немецкому химику Регдальду, который в 1835 году синтезировал в своей лаборатории поливинилхлорид. То, что это величайшее научное открытие, мировая общественность поняла сразу. А вот где этот ПВХ использовать, было неясно на протяжении почти 100 лет. Только в 1931 году концерн БАСФ стал выпускать этот полимер в промышленных масштабах. Сегодня в домах устанавливают стеклопакет. Что он собой представляет? Стеклопакет – это герметичная камера, которая состоит из двух или трех стекол, разделенных промежутком. В этом промежутке находится перфорированная дистанционная рамка из алюминиевого профиля, в которой герметично прикреплены стекла специальными смолами. Пространство внутри стеклопакета заполнено осушенным воздухом или инертным газом. Дистанционная рамка содержит внутри так называемое молекулярное сито – влагопоглотитель. Два стекла по краям дистанционной рамки формируют однокамерный стеклопакет. Три стекла – двухкамерный. Естественно, двухкамерный стеклопакет справляется с задачей звука теплоизоляции примерно раза в два лучше, чем его однокамерный коллега. Патент на одну из основных составляющих пластиковых окон – стеклопакет – был получен еще в XIX веке, в 1865 году. Лишь в 1934 году в Германии начали выпускать эти изделия массовыми партиями. Они использовались для остекления железнодорожных вагонов. В 1938 году на мировом рынке появились стеклопакеты, состоящие из стекол и оснащенные свинцовой распорной рамкой. Элементы были спаяны между собою по периметру. Такие стеклопакеты впервые начали выпускать в США. Чуть позже, в 1950 году, впервые изготовили стеклопакеты с эластичными уплотнителями. При их производстве была применена пустотелая рейка из алюминия, заполненная специальным осушительным средством. А в качестве уплотнителя использовали полисульфидный герметик. В России такие конструкции начали изготавливать в 1960-е годы. Главным образом они применялись для остекления теплиц, производственных цехов, общественных офисных зданий. Высокая стоимость стеклопакета поначалу служила препятствием для массовой установки их в жилых домах. Массовое продвижение современных стеклопакетов на отечественный строительный рынок началось в начале 1990-х годов. Рождение современного стеклопакета с двойной герметизацией произошло вообще-то в 1970 году. И эта технология и сегодня используется при производстве 90% всех подобных конструкций. Но многие страны, например, скандинавские, а также Австрия, не устанавливают, не используют металлопластиковые окна в жилье граждан, заботясь об их здоровье. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»